Здравствуйте, уважаемые телезрители! И вновь в эфире медицинский тележурнал «Будь здоров!» И снова с вами я, Владимир Малинин, и мы начинаем. Буквально вчера, 24 июля, отмечался Международный день заботы о себе. Отмечался – это, конечно, громко сказано, а вот дата выбрана неспроста, ведь заботиться о себе необходимо 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Отсюда 24-е, 07-е. Вообще понятие «забота о себе» – синоним здоровому образу жизни. Тут и личная, и общественная гигиена, правильное сбалансированное питание. Факторы окружающей среды и социально-экономические возможности. Сюда же достаточно физическая активность – не менее 2,5 часов посильных нагрузок в неделю. Ну и психологическое равновесие. Так что призываю каждого любить себя и заботиться о себе, а также о тех, кто вам дорог. Карина и Дима пока общаются лишь на своем малышковом языке. Ей 4, а ему… Ближе к 3 годам как бы есть с чем сравнивать, есть старший ребенок, поэтому разница она видна. Хотя сейчас и говорят, что да, дети позже развиваются, там начинается речь ближе к 3 и так далее. То есть как бы нет, это такой стереотип, наверное, немножко немой. То, что все должно быть позже, сейчас дети какие-то там отстающие, немножко нет. То есть все должно быть вовремя, в это время уже детки, многие развиваются по-другому. Конечно, каждый ребенок индивидуальный. Возможно, это какие-то особенности просто его развития, но как бы есть определенные беспокойства и нужно над ними работать просто в свое время. Есть с кем сравнивать и Карининой маме. В семье еще одна старшая дочь. Поэтому, когда в 2 года Карина не заговорила, Наталья не забила, а забила тревогу. Тоже к неврологам, еще к кому-то обращались? Мы проходили всех специалистов. Ребенка диагноз, СДВГ, симпромы дефицита внимания и гиперактивности. То есть она не может сосредоточиться на каких-то делах, на каких-то задачах, и из-за этого идет задержка развития речи. Сказали, что есть умственная отсталость, сказали, что все очень сложно. То есть, скажем, такого конкретно вердикта сказали, проверить надо все. Даже предложили оформить инвалидность. То есть, я-то вижу, что ребенок развивается. То есть, если убрать задержку развития речи, то дома она какие-то задачи с собой поставлена и выполняет. То есть, логическое мышление развитое, мы это видим. Для решения проблем мамы обратились в Центр коррекционной педагогики, где практикуют особый подход. Изначально здесь работали с разновозрастными детьми, у которых синдром Дауна. Однако позже диагностический перечень существенно расширили. На день сегодняшний комплексно реабилитируют с расстройствами аутистического спектра и ДЦП, гиперактивностью, умственной отсталостью и прочими патологиями. И все это происходит посредством сенсорной интеграции. Даже гамак – вот этот свидетельство созданной сенсорной среды. Идем ко мне. Залезай. Нет? Иди, иди! Иди, иди. Вылезай. Сейчас я покачаюсь, пойдем. А пойдешь со мной? Иди! Иди! Выходи, давай. Иди! Тот самый случай, когда Карина весьма красноречиво намекает своему педагогу. Пора на занятия. Где бабушка? Смотри, мы зацепляем. Скорее, 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 скорее. Я снипаю. Привет! Да, я снипаю. Привет. Я стесняюсь немножко, да? Очень стесня. Ай! Дим, включи! Не трогай, Дима! Дим, включай! Я вам все хочу сказать. Кручу тебя! Кручу! Труба! Круто, стоп! Еще! Труба! Наступаю! Так, держу! На, наступаю! Залазим! Залазим! Держу! Отдыхаю! На старте, еще несколько месяцев назад, специалисты центра провели анализ восьми сенсорных систем, индивидуально у каждого ребенка. По итогам составили сенсомоторные профили. Исходя из этого, мы понимаем, например, с этим ребенком громко, музыку включать нельзя, например, этот ребенок. У нас, например, нарушен праксис, это, соответственно, движение вместе с сенсорикой. И исходя из этого, ну, организовывается среда на занятиях у дефектолога, у логопеда. А вот что бывает, когда эти самые сенсомоторные особенности не учитываются. Например, ребенок приходит на музыку, а там музыка бомбит со всей мощи, и ребенок закрывается, садится в угол, он не хочет на занятиях участвовать, скорее всего, эффективные состояния будут, плачь, крики, пытаться выйти из комнаты. И что у нас, как правило, делают специалисты, которые не посвящены в эту тему? Они начинают его тащить за руки, усаживать, можно усаживать, как-то попытаться усмирить, так скажем, рассказывать родителям про то, что это манипуляции и так далее. А на самом деле, ну, действительно, у ребенка гиперчувствительная аудиальная система. Нужно просто снизить нагрузку. Обращаясь к словарям, сенсорная интеграция – это способность синтезировать, систематизировать и обрабатывать сенсорную информацию, полученную от нашего тела и окружающей среды. В Центре коррекционной педагогики эту методику эффективно практикуют уже 13 месяцев. А финансовым подспорьем выступил полученный президентский грант на сумму почти в 3 миллиона рублей. Закуплено оборудование, 65 воспитанников посетили бесплатные занятия, 4 десятка родителей безвозмездно консультациям. Открыли для наших благополучателей, которые к нам сюда не имеют возможности доехать благодаря партнерам в новом городе, филиал. И там тоже поучаствовало много детишек. И родители тоже очень благодарны и счастливы, что хоть на дорогу, соответственно, финансовая нагрузка снижается. К сожалению, дальнейшей поддержки не получил суперполезный проект реабилитации на воде «Рыбка Майям». Эти плавательные занятия до сих пор с восторгом вспоминают и дети, и родители. Но плыть дальше пока возможно лишь на коммерческой основе. Карину, к примеру, скоро начнут водить в бассейн, обещает мама, и делятся промежуточными результатами занятий по сенсорной интеграции. Она стала более дисциплинированной. Уже можно с ней на улице гулять. То есть она не всегда убегает, если раньше с этим было тяжело. То есть уже мы видим положительные результаты, мы видим, что она стала уже сосредотачиваться на чем-то, выполнять какие-то просьбы даже дома уже, обращенную речь уже хорошо понимает. Она уже начала разговаривать, то есть мы видим очень серьезный результат. Она прямо слова говорит? Слова, предложения, ну предложения пока очень короткие. Иди сюда, папа, отдай. Молодец, Дима, молодец. Ну все, они даже, мне кажется, к вам адаптировались. Если были там у нас беготня бесконечные, какие-то окружения и так далее, то есть это все ушло, идет на пользу. То есть Дима стал более коммуникабельный, потихонечку начинает общаться с детками, если до этого нам это было особо неинтересно. То есть теперь он стал обращать внимание на детей. Готовимся к посещению сада и надеемся, что это нам поможет. Услышав о следующей праздничной дате, я призываю вас улыбнуться. Если, конечно, состояние зубов позволяет сделать это в полном объеме. И, кстати, как раз-таки за состояние нашей ротовой полости в ответе в том числе и такие специалисты, как зубные техники. И сегодня, 25 июля, они отмечают свое профессиональное торжество. Оно из-за разряда молодых справляется с начала 2000-х годов и неофициальных. Так что от всей души поздравляю всех причастных здоровых улыбок вам и всем вокруг. Это очень кропотливые тела, потому что они такие маленькие-маленькие. Маленькие – это зубы. А когда свои природные человек утрачивает, спешит в стоматологию за искусственными производными. Обращается к стоматологу, а тот, в свою очередь, привлекает особых специалистов – зубных техников. Только в 10-м отделении стоматологической поликлиники Ульяновска семь таких профессионалов. При пересчете по всем структурным подразделениям их 67. Светлана Кравчук затейливый мир лаборатории открыла для себя 30 лет назад и 30 лет спустя на своем любимом рабочем. Трудится над съемным протезом, а это искусная задача на несколько дней и множество пациентских примерок. Важна каждая мелочь, а на выходе должно быть так. Чтоб человеку нравилось, чтобы было все гладенькое и красиво. Светлана Михайловна с детства тяготела к рисованию и лепке. В более осознанном возрасте привлекла медицина. Это мое. Поступление в медучилище с перспективой стать зубным техником – все это и соединило. Полученные знания вместе с художественным талантом позволяют создавать, по сути, авторские конструкции. Треугольничком, квадратом, прямоугольничком. Это она про форму зубов, которая у каждого своя. А ключевая задача – с помощью разнообразных коронок и протезов восстановить дефекты зубного ряда. При этом сохранить за пациентом максимум естественности с учетом возраста и формы лица, мимики и линии улыбки. Цель – чтобы доверившийся человек спокойно пищу переживал и в целом не переживал. Там уголочек острый, здесь уголочек тупой, здесь подлиннее просится сделать, чтобы там за нижнюю губку зубик заходил или выше губки. Это очень строго индивидуально. Все по желанию пациента. Чтобы пациент ушел у нас довольный, с красивой улыбкой, чтобы не стеснялся, улыбался и кушал, главное. Работают продуктивно еще и потому, что коллектив дружный, слаженный, со своими традициями, ритуалами. Утром в 9 часов пьем чай все вместе. И это у нас заведено. Обязательно. Кто приходит первый, ставит чайник, термопот у нас, наливает, все. А потом уже начинаем работать. Обязательно надо эти дефекты восстанавливать. Приходите к нам. Не знаю, известно ли вам, но каждый выпускник медицинского вуза или же колледжа обязан пройти аккредитацию. Что это такое? По сути, экзамен. Когда собирается специальная комиссия, оценивающая компетенцию новоявленного специалиста, если аккредитацию прошел, считай, к медицинской практике допускаешься. В 2023 в нашем регионе это испытание поджидало 587 человек. Успешно справились? 517. Тему призвания и профессионального становления продолжит рубрика «Планета семья». Насколько я знаю, люди профессионально не определяются к моменту поступления в университет. И когда даже уже обучаются, они сомневаются в избранной специальности. Да что говорить? Вот мы, допустим, даже на работу поступаем, и все равно не уверены до конца многие, что они выбрали тот самый путь. Но это про профессиональное становление. Есть еще такие термины, как «миссия» и «предназначение». Это идентичные понятия или они в чем-то расхожи? «Предназначение», «призвание» и «миссия» — это различные понятия. Чем они отличаются? «Предназначение» — это смысл существования человека относительно целого мира или относительно бытия. И хороший ответ на этот вопрос нам дает религия, которая отвечает так, что предназначение человека в его духовном развитии, в его состоянии и умении быть счастливым. Потому что созданы мы все по образу и подобию, и нам важно уметь духовно развиваться, проявляя лучшие качества своей души в виде любви и милосердия, в виде доброты и добрых дел. Призвание — это наши склонности, это наши таланты, это какие-то наши дары, которыми мы обладаем, которые мы можем проявить во внешнем мире. Призвание и предназначение — это то, с чем человек уже рождается. А вот миссия — это совокупность действий, которые человек должен совершать для того, чтобы лучше реализовывать свое собственное призвание, то есть свои собственные таланты и, соответственно, выполнять задачу своего предназначения, становясь духовно развитым, потому что мы совершенствуем себя, когда мы начинаем духовно развиваться, и, соответственно, реализуем себя в каком-то деле, к которому у нас есть склонности и таланты. Например, есть герой Ник Вычич. Это человек, который родился без рук и ног, но при этом организовал свою жизнь так, что он живет полноценной жизнью и при этом мотивирует огромное количество людей на то, чтобы они жили так же счастливо. И можно сказать, что его предназначение — быть счастливым. Вот оно выполнено. Его призвание в том, что он в какое-то время обнаружил в себе талант проповедника, и он увидел, что когда он разговаривает, он способен зарядить этой положительной энергией других людей. И дальше он начал реализовывать эту миссию. А миссия заключалась в том, что он совершал определенные действия. То есть он стал ходить по школам, он начал рассказывать о том, как он проживает жизнь. Дальше он создал какие-то обучающие программы, потом он написал книги, ну и так далее. Вот это такой живой пример, как человек реализует свое предназначение в согласии со своим призванием и с четко подобранными и правильно организованными действиями. Геннадий Трунов, яхтсмен, на воде 61 год, а курс взял в 14. На Свияге, там река Свияга, где в район Гимса, была водочная станция автозавода. И мы мальчишки бегали, там лодки напрокат грибные были. Нам сначала давали возможность там вычерпать с одной лодки вода, с другой, потом прокатиться. И у них и на базе оказались шверботы Йорш. Вот мы там освоили первые азы чисто на общественных началах. Это приезжали молодые специалисты, кто где-то занимался в Свердловске, допустим, в Волгограде, в других городах. Пришли заниматься в морскую школу ДОСАФ на Ялах, там под Парсом тоже ходить. Потом где-то изыскали возможность с руководством покупки яхт небольших и продолжали заниматься. Была областная федерация Парсного спорта, заводские секции были. Но много было увлеченных? Знаете, в то время было очень много, потому что дач не было, машин не было, телевизоров в принципе тоже не очень много было. Народ гудел, народ ходил на воду, в походы ходили, везде ходили на яхтах, тоже самое дальнее спортивное плавание ходили. Это, допустим, отсюда до Тольятти или вверх до Казани. Рулевой первого экипажа заболел. Надо выходить на гонки некому. Ну и меня пацана 15-летнего, 16-летнего посадили давать за капитана. Ну и я пошел, как говорится, что-то я и неправильно сделал, но в итоге я неплохо и приехал, чтобы победить. Талант нужен, это первое. Потому что парусный спорт – это технический вид спорта, где материальная часть, подготовка материальной части, качество материальной части. Это опыт нужен, это знание правил соревнований, разных дисциплин других, как ветер дует. Посмотришь, вот они всю гонку работают, когда сильный ветер откремивает, откремит, девчонки особенно. Ну это что-то, как фантастика какая-то. Это надо почувствовать самому. Если у вас есть вопросы, либо пожелания, пишите по адресу 432-001-Ульяновск-Гончарова-8-репортер-73, а телефон нашей редакции 30-40-73. Оставайтесь с нами, заглядывайте на сайт www.reporter73.tv. А также во все аккаунты наших соцсетей. И на сегодня это все. Я желаю всем нам побольше солнечного света, радости, тепла, позитива и непременно здоровья. Всего вам доброго. Всегда ваш доктор Малинин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова